всем шаббат шалом и мы как раз таки начали с вами новый перег третью главу трактатом назир и мы неоднократно уже упоминали что по окончанию своего срока на зерута человек должен принести три вида корба нот хатат грехоочистительную жертву ола жертву всесожжения которая сжигалась полностью и шламим мирную жертву от которой он тоже получал часть как написано в торе да в мид бар про назира но все это вместе называется стрижка почему потому что и в этот день он также стригся так наша мечта приходит научить нас когда конкретно этот 30 день то есть когда мы говорим что он назир 30 дней это когда он должен стричься на 31 или на 30 существует две опции два варианта человек который просто сказал вот я буду назиром он автоматически становится на 30 дней а второй вариант нач日 сказал я буду назиром на 30 дней гарей не назирш накажем им так наша мишна скажет что есть определенная разница между первым и вторым вариантом например наш амара гара не назира человек который сказал вот я буду назиром принял на себя назирут просто да не сказал сколько не то у него автоматически срабатывает минимальный срок, то есть 30 дней. Стричься он должен на 31-й день. То есть он должен отсчитать полных 30 дней своего Назерута с момента, когда он его принял. Но, говорит Миштаг, если все-таки он остриг волосы не на 31-й, а на 30-й день, вышел в свои обязанности. Почему? Потому что есть такой принцип. Что часть дня считается как весь день, так как уже началось утро, и уже этот день он был еще Назером, несмотря на то, что в этот день он острижет волосы, это не является лейкотхилом, но тем не менее ему будет это засчитано. Но если человек сказал Я буду Назером 30 дней, тогда и остриг волосы на 30-й день. Тогда он не вышел, даже если острижет волосы на 30-й день, это не поможет ему. Почему? Так как он сказал 30 дней, он выразил, что будет Назером все 30 полных дней. И тогда нельзя положиться по умолчанию на принцип часть дня как целый день. И поэтому на него действует закон любого Назера, который прервал свой Назерут в неположенное время стрижкой, и ему придется быть Назером еще заново 30 дней. Следующая Мишна, Итак, Мишна, один день может быть за два дня. Получается, утро у тебя дня как будто бы 30-й день, в этот же день ты подстригся, и мы скажем, что ты подстригся на 31-й день. Получается, у тебя один день разделился на два дня, на два дня, то есть два дня в одном. И так говорит Мишна, Миша Назар Штейн-Изерута, человек, который взял на себя два Назерута. Например, Вот я буду два раза Назиром. Как мы говорим, он должен быть Назиром 30 полных дней, потом остричь волосы, принести жертвоприношение. И сразу начинает второй цикл своего Назерута. Следующий цикл 30 дней. Да, так мы это видим. Если он три раза принял, четыре раза принял, он каждые 30 дней приносит корбонот, стрижется, и начинает следующий цикл. Так вот, Мегалеха Таришуна Йом Штушим Вэхад. Как это происходит? Как мы объяснили, он должен подождать все 30 дней цельных, и только на 31-й день ему разрешается остричь волосы. Да, Вэта Шнья Йом Штушим Вэхад. А второй Назирут у него закончится на 61-й день. То есть именно, да, цельных 30 дней должно пройти. Это Лекатхила. То есть на 61-й день он может остричь волосы второй раз, после второго Назирута. Шоуэль Вэйгалаха Таришуна Бьем Штушим Вэхад, Гарей Боби Йом Атхилло, Низируту Ашния. Кедина Микабеля Лав Назирут Бьхатсе Айом Олелу Оту Айом Льем Шалэм. А вот что интересно. Почему на 61-й день, а не на 62-й? Ведь если мы скажем, что 30 дней он Назир, на 31-й день он остригает волосы, то два раза по 31 будет 62. Почему же тогда, если человек принял на себя два Назиру, то он на 61-й день остригает волосы? Потому что правила Хатси Йом Кихулы Дамы, что часть дня считается как целый день, действуют на момент принятия Назирута. Если я сегодня, вот час-два часа дня, и я сказал, я хочу быть Назиром, мой первый день сегодня, хотя до двух часов дня я не был Назиром, мой первый день засчитывается сегодня. И поэтому получается, что он 30 дней был Назиром, на 31-й день он остриг волосы, и в этот же день начал свой следующий Назирут. Поэтому у него 31-й день как бы делится на два дня. Это и последний день, это и день прерывания первого Назирута, и первый день второго Назирута. Понятно, да? В Немца Йом Шишин Вэхат, Гу Йом Шло Шим Вэхат для меня Назирута Шния. Хилках Мегалэхко это Шния Лекатхила. И поэтому на 61-й день он изначально, Лекатхила, может стричь себе волосы, не проблема. 5%, надеюсь, мы успеем. В Немгилах это решено Айом Шло Шим. А если первый, он обрезал свои волосы первый раз на 30-й день, как мы сказали, Бедья Ват, то он Бедья Ват вышел. Это ж не Айом Шишин, то тогда второй раз он может постричься на 60-й день. Тогда 30-й день разделится на два, и получится, что 30-й день это день его прерывания, день начала нового Назирута. Но если он острых свои волосы 60 минус один день, он тоже Яцаш. Потому что тоже 60-й день является 30-й днём. То есть Бедья Ват, он вышел даже, если пострижет волосы за день до 60-й, то есть на 30-й день, а не на 31-й. И это то свидетельство, которое засвидетельствовал Раби Папьес. Вот так сказал Раби Папьес перед мудрецами в Явне. Человек, который взял на себя последующих друг за другом, если он первый раз острежет волосы на 30-й день, может остричь волосы на 60-й день второй раз, но если острежет не на 60-й, как изначально, то есть получается 31-й день, как и положено, а на 59-й, то есть 60-й минус 1. Яца, он Бедья Ват, Яца, шьём шло шим, о лэлу менян, лэлу менян, потому что 30-й день засчитается ему в счёт. Часть утра 30-го дня, в данном случае это будет 59-го дня, засчитается ему, как его 30-й день, второго Назерута, и он сможет прервать и остричь свои волосы. Правда, Бедья Ват. То есть тот же самый принцип, как он будет выглядеть в случае, если человек взял на себя на Зерут два раза. Итак, сегодняшняя мечта была лэлу нишмата лик-давид бен-Айзик, анолад мин-Броха, менухато беганеден. Заташем, также лэлу нишмата Ребекка бат Акива анолада мин-Наоми, Еврам бен-Йосеф анолан мин-Тамара, Еврам бен-Мори Рафаэль бен-Йосеф анолан мин-Тамара, Акива бен-Арон анолан мин-Ребекка, Анаоми бата Яков анолад мин-Милиям, Яков бен-Акива анолан мин-Наоми, Сипор бен-Михаэль анолан мин-Тамара, Хаим бен-Ницах анолан мин-Тамара, Раб-Давид Вайс бен-Мошэ-Яков анолан мин-Цаха, Сара-София бен-Лев, Изек бен-Марк, Михаил бен-Изек, Целебат-Гриша, Ицхак бен-Зейд-Мордахай бен-Израэль-Новит, Изек бен-Израэль анолан мин-Тайло, Даниэль бен-Менахаммендот бен-Хана, Фаина бен-Бат-Изак, Лариса бот-Аврам, Михаил бен-Изак, Роза бот-Моисей, Елизавета бот-Лев, Маргарита бот-Лев, Алла бот-Аврам, Мария бот-Аврам, Николай Вин-Аврам, Татьяна Хая бот-Мая, Менухатам бе-Ган-Эден, Всем шкоах, И желаю всем шаббат шалом и ворах. Бат-шалом. Спасибо. До скорого. Всем шкоах. Бат-шалом.